Всем доброго дня! Сегодня я, Вячеслав Марару, продолжу озвучивать мою очередную книгу «Общение с ангелохранителем». Это третья часть из этой серии книг, которую я написал в 2015 году, но пока еще не опубликовал. Я надеюсь, что услышанное вами сегодня сможет хоть как-то изменить вашу жизнь к лучшему. Ну а вы, вполне вероятно, задумаетесь над ценностью жизни и начнете осознанно ценить каждый прожитый вами день. Глава 10. Осмысление своей жизни Мир современных людей уже не тот, что был раньше, каких-то сто лет назад. Вы, люди, создали далекий от идеала образ мирового капитализма, посчитав его совершенством, которое могло бы обеспечить вам чувство собственной безопасности. Что же вы получили в итоге? Ну, во-первых, вы получили жесткую эксплуатацию чужого труда. Во-вторых, вы стали получать максимальные прибыли при любых обстоятельствах. Ну а в-третьих, вы стали совершать разнообразные тайные сговоры с конкурентами и теми людьми, кто имел доступ к управлению всеми ветвями власти, вплоть до правительства. Таким образом, наступила та самая эпоха тотального грабежа всеми индустриальными и банковскими ракетирами, которая и до сих пор окутана тайнами на уровне правительства многих ведущих стран. Диктатура власти, которая имеет место, чаще всего и весьма умело скрывается многими вашими современными политиками. Вы, люди, должны научиться строить свое будущее с учетом исторической ретроспективы прошлых событий, которые коренным образом изменили весь мир за прошлые две тысячи лет. Многие из вас прекрасно понимают, что знания о жизни лишены некой полноты, то есть определенной законченности, но при этом смысл человеческой жизни так и остался непознаваем никем, что и заставляет многих из вас, современных людей, не особо задумываться над этим. История всего человечества не раз преподавалась самых, что ни на есть ложных точек зрения, в угоду тем, кто управлял историей. По мере того, как развивалась эволюция мысли всего человеческого рода и та самая потребность человека в понимании своего внутреннего мира, находились те, кто писал историю достижения прогресса людей, совершенно не обращая никакого внимания на то, что люди чувствовали в то время и о чем они думали, живя в то время. Именно поэтому вы, люди, практически не знаете, как именно жили ваши предки. Знаете, только узнав это, вы сможете лучше понять ту единственную верную цель всей людской цивилизации, чтобы в конечном итоге сами не истребить себя на пути к этой самой цели. В 21 веке все человечество обязательно должно позаботиться о том, чтобы не повторять своих же ошибок из прошлого. Понимание всей картины будущего мира, есть прежде всего понимание всех без исключений впечатления о жизни тех, кто жил на земле раньше вас. Только умея четко представлять прошлую жизнь людей хотя бы на тысячу лет назад, вы однозначно сами сможете понять, как именно вы хотите жить в этом своем недалеком будущем. Запомните, вы никогда не сможете понять роль Божьего промысла, так как вы, люди, сами пребываете в неком тестовом режиме проверки себя на наличие веры. Именно поэтому вы, люди, большую часть своей жизни будете изображать из себя все, что угодно, кроме того, что важно, как и желать для себя чего угодно, не особо понимая, зачем вам это надо. Что характерно, никто из вас так и не способен знать все о самом себе, пока сам этого не захочет. Глава 11. Жизнь – это энергия, а без энергии нет жизни. Мы, ангелы, в очередной раз убедились в том, что вам, людям, до сих пор непонятен мир, в котором вы живете. Вокруг вашей жизни много предрассудков и суеверий. Именно поэтому никто из вас не верит никаким доводам, без видимых и осязаемых доказательств. Все, что уже доказано вами, и является на сегодняшний день для вас той самой истиной. Только так вы в это и верите, и никак не иначе. Вот почему многие из вас изначально определили за каждым происходящим событием свою первопричину всего того, что происходит в мире. В современной научной картине мира уж явно нет места потусторонней тайной энергии. Именно поэтому ученые всего мира относятся к мироустройству, как к некому точному механизму. Знаете, это не так. В 21 веке многие ваши знания о жизни претерпят ряд огромных изменений. Запомните, Бог, как одна большая энергия, всецело воспринимает все ваши намерения и ожидания. Именно поэтому энергия любого человека влияет на другие энергетические системы всей Земли, что в конечном итоге обостряет чувство восприятия всего прекрасного в этом мире. Восприятие красоты может служить неким барометром открытости человека к энергии всей Вселенной. Именно поэтому многие люди в ближайшем будущем сами смогут лицезреть энергию нового тысячелетия, как некое энергетическое поле всех созидательных энергий. Такое видение энергии может потребовать от вас, как от человека, от решения от любого вида скепсиса и готовности обмениваться этой энергией с теми, кто так нуждается в ней. Запомните, обмен энергией от человека к человеку – это прежде всего должное внимание к другому человеку. И та самая сила мысли каждого отдельно взятого человека, направленная на помощь людям и созидание так нужной всем красоты. Как только люди научатся видеть энергетическое поле другого человека, они с легкостью смогут не только помогать другим, но и влиять на все процессы этого мира. Знаете, на восходе солнца и на его закате можно легко увидеть любой вид живой энергии. Первоосновой любой материи есть именно энергия и ничто другое. Чтобы научиться видеть энергии жизни, человечество должно перейти на некий вид правильного живого питания. Именно желание наполнить своей энергией все живое обязательно позволит миру жить и развиваться дальше. Захват же чужого энергетического поля путем конфликта, словесных споров и брани может опустошить всех, кто находится в пределах этого конфликта. Запомните, без ощущения прекрасного, многие люди никогда не смогут найти свой личный ключ к созерцанию энергетических полей всей Вселенной. Именно научившись видеть энергию полей позволит вам, людям, изменить весь уклад своей жизни, в том числе и в отношении вашего материального мира. Людям обязательно надо понять, что бессмысленных случайностей в судьбе каждого из вас просто не бывает. Люди, которые окружают вас в своей повседневной жизни, есть носители тех самых энергий, которые полностью могут изменить вашу личную жизнь. И любая случайная встреча есть нечто большее, чем простое совпадение. Не каждый встретившийся человек на вашем жизненном пути имеет должный запас собственной энергии, чтобы ясно донести до вас некое важное для вас сообщение. Именно поэтому, общаясь с другими людьми, научитесь делиться своей энергией, чтобы другие люди смогли узреть некую новую для себя истину, как и в полной мере дальше владеть ей по своему усмотрению. Запомните, каждый человек, живущий на земле, несет в себе некое личное сообщение для такого же другого человека. Одно плохо, иногда человек его вовремя не замечает, и поэтому этот человек обязательно еще раз появляется на жизненной дороге этого самого человека. Знайте, умение понять чужое сообщение может полностью изменить вашу жизнь. Именно поэтому, чем больше человек любит своих ближних и отдает им свою энергию, тем лучше он делает самому себе. Передача энергии другому человеку помогает прояснить сознание и четко формировать свои мысли про движение себя на пути к истине о жизни. Запомните, те люди, кто умеют правдиво говорить об уловках других людей, получать живую энергию, сами начинают жить по-другому, лишив себя обычного сценария жизни. Чаще всего обычный взгляд другого человека может служить подсказкой тому, что между двумя незнакомыми людьми может состояться тот самый обмен сообщениями, которые угодны и Богу, и Вселенной. Даже внешнее сходство людей иногда определяет сходство мыслей и изначально верный этап личной эволюции этих двух людей. Вы, современные люди, мало уделяете внимания общению в пределах одной группы. Неумение правильно распоряжаться своей энергией в группе людей лишает многих из вас права своего личного голоса. Запомните, именно соблюдение очередности общения и поддержка своей энергии другого человека может помочь вам и всем остальным извлекать максимальную пользу от мыслей всех людей, находящихся в процессе обоюдного общения. Есть некоторые люди, которые не особо желают отдавать свое словесное первенство другому человеку. Помимо этого, есть те, кто постоянно сдерживают себя, чтобы не сказать чего-то этакого. Знайте, осознанная беседа между всеми участниками общения позволяет им усилить свою общую энергию для обретения новых идей на пути к реализации жизни всех без исключения оппонентов. В сегодняшнем современном мире большее количество географических мест на карте Земли по своей сути энергетически мертвы, так как в них нет той самой живой энергии, в которой так нуждаются все люди. Большая часть ныне живущих людей не видят мир таким, каким он на самом деле есть. Жизненная энергия Вселенной пока что доступна не каждому человеку. Нехватка жизненной энергии делает вашу жизнь беспокойной и неуверенной. В конечном итоге, каждый человек старается восстановить свои энергетические силы за счет похищения чужой энергии. Именно поэтому все конфликты и войны 18, 19 и 20 веков – это не что иное, как борьба за энергию жизни путем отнимания ее у других живых людей. Не исключено, что и в 21 веке войны будут происходить по тем же принципам похищения чужих энергий. Глава 12. Есть ли место в вашей жизни для божественных озарений? Знайте, в жизни каждого человека рано или поздно происходят определенные события, дающие новый жизненный толчок в создании новых колебаний энергии. Эти колебания энергии провоцируют определенное переживание. Вы, люди, его называете озарением, которое сродни некой необъяснимой эзотерической мистики. Опыт этих озарений может помочь многим из вас ощутить себя частью одной большой вселенной и пользоваться всей энергией для создания хорошей жизни на Земле. Знайте, все люди Земли смогут найти истину, если сами научатся видеть ее в своем сердце. К сожалению, не каждый человек способен пользоваться высшим сознанием Вселенной. Мало кто из вас, современных людей, уделяет особое значение натуральному вкусу еды, хотя именно это и есть ключ правильному усвоению энергии, которая есть в пище. Раньше все люди молились перед едой, освещая этот процесс благодарностью Богу, тем самым получая энергию пищи для наполнения своего тела нужной энергией. Запомните, энергию, надобную для насыщения тела, можно найти повсюду. Запомните, только тогда тело человека может наполниться должной энергией, когда сама природа станет частью самого человека. Это может произойти только тогда, когда человек начнет любить все живое и позволит любви полностью войти в него. Новое понимание жизни может стать даром для всего человечества с последующим осмыслением всего уклада мира. Искреннее восхищение чем-то представляет человеку новый вид энергии. Переполненность чувством истинной любви может послужить толчком для того, чтобы отдавать накопленную ранее энергию кому-то другому. Запомните, только естественное чувство любви может служить настоящим источником энергии. Истина дает право обладать свободой, которой нет места диктату со стороны. Знаете, человеческая эволюция продолжится до того времени, пока сами люди не создадут самый высокий уровень колебаний во Вселенной. Без учета событий, имеющих место в прошлом, человек никогда не сможет найти путь к своей духовной силе. Только те люди, что сами захотят открыть себя Вселенной, обязательно найдут новую энергию своей жизни. Для этого вам обязательно потребуется время на овладение высшим сознанием Вселенной. Накапливая энергию Вселенной, каждый человек сам нехотя может увеличить число значимых совпадений и событий в жизни, которые помогут ему сделать свое новое состояние сознания постоянным, на неком новом уровне понимания своей жизни. Ваши колебания незначительных энергий уже имеют место быть во Вселенной. Эволюция Вселенной продолжается, и вы, как все человечество, только выиграете от этого. Осознание потребности духовного развития есть часть скорого будущего в этом 21 веке. Продолжение следует.